На одной волне с городом. Радио. Болтком. Построить фундамент здоровой семьи и укрепить свой иммунитет, взяв достижения науки в свои руки. Вода – это архитектор здоровой и счастливой жизни. Всё это и многое другое в программе Академия Здоровья на Радио Болтком. Добрый день. Начинается программа Академия Здоровья. И с нами на прямой связи эксперт по качеству питьевой воды СиАкватор Евгений Данко. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Думаю, что во многих, конечно, офисах, начинается ведь с утра офисная жизнь, кто-то бежит к кофейному аппарату, наливает чашечку кофе, где-то стоят кулеры для того, чтобы можно было заварить чай, а иногда просто водички выпить. Ну, и здорово, когда стоит ещё такой приятный, аккуратненький аппарат, который готовит ионизированную щелочную воду, которая заряжает и здоровьем, и вкусно действительно пьётся. И действительно, я замечаю сам, когда, ну, хорошо, ну, полстакана можно выпить обычной воды. Ну, сколько? Ну, стакан через силу. Вот аппарат, который у нас сейчас стоит в нашем офисе, из него водичка пьётся даже, ну, сразу по два, по три стакана, совершенно без всякого усилия. Вы знаете, если проводить некоторые эксперименты, чтобы убедиться в том, что вкус вас не обманывает, можно, конечно, взять, поставить стакан обыкновенной воды, да, и стакан, например, ионизированный щелочной, ну, к примеру, 8,6, там, 9,0, любую, которую хоть, сидите, приготовит наш аппарат, и капнуть по капельке йода. Так вот, вода обыкновенно из-под крана окрасится, а в щелочной воде йод практически растворится, да, то есть молекулярное образование, меньшее поверхностное натяжение, слова вроде такие научные, не каждый, да и я сразу, в принципе, не сразу понимал, что всё это значит, но самое главное, да, вы, Олег, абсолютно правы, пить её – это удовольствие. И если обыкновенная вода, и подчас даже бывает, как бы не рекламировали покупную, ну, в бутылках, у нас же бывает так, что раз в полгода журналисты проводят очередное расследование, да, пишут в прессе, в интернете, там, что вот 10 видов воды купили, дай бог 3-4 из них питьевая, я и сам подобным баловался, и в прямых эфирах, на телевидении, на радио, как бы освещал этот момент. Всегда доверяйте собственному вкусу. Если пить вкусно, если, как говорится, заходит сама, если, как у меня когда-то в жизни, когда я считал, что ребёнок воду не пьёт, потому что она невкусная, и ей вода совершенно не нужна, хватает ведь сливового сока, там, знаете, томатного, апельсинового, ну, простительно, мы не о всём знаем с рождения, что-то узнаём в процессе, так сказать, жизни, то вот когда у меня дочушка на глазах выпила стакан вот той самой воды, которая, получается, у вас в офисе на радиостанции сейчас, этот прибор стоит, и каждый, самый закоренелый скептик может убедиться, что эту воду пить, а, вкусно, б, ну, если взять, к примеру, когда были институты, когда были Академии наук в то время, да, не так давно это было на самом-то деле, эффект от употребления ионизированной щелочной воды, он проявляется буквально в первую неделю-две, если мы говорим о пищеварении. Люди, ну, практически перестают, можно сказать, пусть не на 100%, но вот если меня посчитать, мою семью, может быть, с кем-то это и не срабатывает, я уж не знаю, не берусь рубить топором и говорить, что всё, стопроцентно всем поможет попробовать, по крайней мере, вы, а, можете, абсолютно спокойно, да, зайти на ЦСУ-15 и просто сделать не глоток, а выпить стакан, выпить два, выпить три. Торговое представительство нашего завода, Бурбулюк, тот, который расположен в Поневежесе, в Литве, и произвёл и тот самый замечательный аппарат, который у вас в офисе находится, и производит последние лет 30 все те ионизаторы воды, которые разошлись, так сказать, по нашей большой стране. Здесь мы можем взять на вооружение то, что сделано качественно, то, что сделано хорошо, то, что сделано надёжно, и результат по приготовлению воды всегда ожидаемый. То есть вы можете рассчитывать на то, что когда в руки берёте рекомендацию по применению воды, ведь не только с утра хорошо выпить, натощак, в течение всего дня, в течение всего дня, именно перед едой для стимуляции пищеварительной системы, для того, чтобы начал работать желудок, запустилась, так сказать, система пищеварения, чтобы еда максимально усвоилась, ну и просто питательные вещества дошли туда, куда надо, вы спокойно выпиваете стакан, два, кто-то и три подчас. Вес у нас разный, и температура воды тоже разная может быть. Я люблю холодную, так, чтобы аж зубы сводило. Кто-то исключительно пьёт тёплую, но эффект всегда один. Мы начинаем восстанавливать своё здоровье, поступая, в принципе, по врачебным рекомендациям. Врачей-то мы когда видим? Когда приходим, собственно говоря, к доктору на консультацию, обычно ещё выписывают лекарства, что говорит врач? Пейте не менее полутора литров воды для того, чтобы те же самые таблетки сработали. Я сегодня объяснял буквально в двух словах таксисту, который вёз меня вот сюда. Я говорю, как бы вам проще сказать? Вот представьте ваша машина. Это для вас хлеб, правильно? Вы на ней зарабатываете, вы о ней заботитесь. Если вы позаботитесь точно так же о себе, как о своей машине, вы же не наливаете в машину, в двигатель масла чуть-чуть, немножко, самого дешёвого, чтобы немножко хватило проехать. Вы же делаете всё по техническому регламенту, правильно? Ну, конечно, говорит. Ну, а как иначе? Так вот, с человеком немножко, конечно, сложнее, чем с машиной, но принцип тот же самый. Мы должны заботиться о своём здоровье и употреблять то самое необходимое количество питьевой воды. Ионизированная вода – это просто вкуснее, это полезнее, это эффективнее раз в 5-6, чем любая простая, даже самая дорогая бутылированная, пусть хоть и в стеклянной бутылке. Даже когда мы приезжаем на источник, где такая вода ионизированная, щелочная, течёт у нас из-под земли, да, течёт из-под земли, мы получаем эффект, когда пьём непосредственно из источника. Набирая в бутылку, в том же самом боржоме, да, и унося к себе её в номер, что мы слышим от врачей? Бесполезно. Час-два, эффект уходит. Минусовой заряд улетучивается. Тот самый минусовой заряд, который и даёт этой воде восстановительные свойства. То есть донор электронов ни больше, ни меньше то, что восстанавливает мембрану наших клеток. Фактически восстанавливая организм человека на клеточном уровне. Это звучит, конечно, всё подчас очень сложно, непонятно. Посмотрите на детей, на своих. Посмотрите на внуков. Посмотрите, в конце концов, на своих домашних питомцев. Неважно, кошка, собака, хомячок или морская свинка. Зайдите на ЦЕСУ. Я предлагаю абсолютно денег не тратить, сделать эксперимент. Не призываю вас пойти и купить. Бог с вами. Сами дойдёте до этого. Возьмите с собой воды. Ну, бутылочку захватите. Нет, купите у нас. Они у нас тоже продаются. Из стритана специальные. Для воды. Мы водой не торгуем. Воду мы даём бесплатно. Налейте в мисочку вашему питомцу. Ну, начните вначале с них. С тех, кто рекламу не слышит, не верит и никогда на это не купится. Налейте мисочку той воды, которую наливали всегда, и налейте инизированной щелочной. Посмотрите на результат. Потом проверьте на ребёнке, на внуке, внучке, на тех детях, которые тоже не слышали нашу программу и ничего не знают об инизированной щелочной. Когда услышите от ребёнка «дай ещё», как я когда-то услышал от своей дочери, тогда, в принципе, сомнениям уже места нет. Вы понимаете, если говорит человек «дай ещё», «хочу ещё», «вкусно», «я хочу» на самом деле пить, а до этого ваша дочка пила, дай бог, стакан в день, и отсюда и проблемы с пищеварением от запоров до всех остальных. Хотя что может быть, казалось бы, страшнее в двухлетнем возрасте? Ребёнок, страдающий запорами. Поймите меня правильно, мне есть, что людям рассказать. Всего, конечно, рассказывать не хочу и не буду, благо это всё в прошлом. Вода, её употребление в течение дня нормальное, по режиму, можно привыкнуть. Привычка вырабатывается в течение 21 дня. Можно бросить курить, можно бросить пить, можно, в конце концов, не бросать ни пить, ни курить, но просто начать освобождать этот организм не только от продуктов распада токсинов, но и насыщать его тем, чем он нуждается практически каждую секунду, каждый день. Если ребёнок учится, занимается, тем более на удалёнке. Ну, представьте себе, вот людям тяжело сидеть по 5-6-4 часа перед компьютерами. Сами знаете, о чём я говорю, да? И глаза болят, и давление глазного дна повышается, и голова раскалывается. А как чувствуют себя дети? Представьте себе. Так вот, если рядом будет всё время стоять стакан, бутылочка, ходит ли в школу, занимается ли дома человек, и неважно, сколько тебе лет, 10 или 60, если ты во время этих занятий и работы употребляешь, пьёшь ионизированную щелочную воду, мозг сразу, самый главный, вот наш орган, да, получает сразу то, в чём он нуждается. Воду, H2O, кислород с минусовым зарядом. Донор электронов. То есть информация усваивается быстрее, легче, ну и, как следствие, меньше времени нужно проводить перед компьютером, не нужно подглядывать, чтобы узнать заранее ответы, улучшается успеваемость, и вам не нужно сидеть с ребёнком, делать домашнее задание. Вот это тот самый минимум, который вы спокойно можете обеспечить. Мы уже упомянули, по поводу таблеток, тоже спокойно можно запивать вот щелочной водой, если у кого-то, ну, врач прописал таблетки. Обязательно, не нужно отказываться от таблеток, вы понимаете, медицина – это медицина, да. Для чего доктора вас просят, умоляют пить воду, когда вы пьёте препараты, ведь препараты бывают подчас очень тяжёлые, взять мой пример, шесть лет на достаточно тяжёлой химии, да, именно на тяжёлой, серьёзной химии, горстями по четыре раза в день, воду я не пил. Я пил воду, в которую добавлял варенье, мёд, ну, узнаёте себя, да, немножко. Вот наши радиослушатели понимают, о чём я говорю. Ну, вот из крана невкусно, из фильтра тем более. Супруга доктор, в страну не работающая, дважды кипячёную почему-то пьёт, когда я спрашиваю врача. Ну, я же не доктор, я технолог пищевой промышленности, шеф-повар. Я спрашиваю врача, скажи мне, родная, а почему вот эту противную воду, дважды кипячёную, нужно пить? Говорит, там микробов нету. Я доктор, говорит, я знаю. Говорю, нет, я шеф-повар, я точно знаю. Если это невкусно, если это противно, это не полезно. Не может быть невкусно и полезным. Толку там ноль, это дохлая, мёртвая вода. Но когда-то я узнал точно так же, как и вы, да, только мне было проще, мне когда-то подарил человек, поставил на стол в кабинете в моём, этот ионизатор воды, сказал, пей. Пей, потому что надоело, что тебя каждые 3-4 месяца увозят в эту приёмный покой, чтобы снять твои почечные колики. Ты нам нужен здесь, живой, постоянно на работе. Бог с вами, я не поверил этим людям. Но меня заставили. Создали условия, когда мне эту воду пить пришлось. И вот когда я увидел через неделю-две, случайно принеся домой эффект на своём ребёнке, в принципе, нужно это было сделать сразу, проверить. Вот как я вам предлагаю, проверьте. Не откладывайте это дело в долгий ящик. Я понял, что да, смысл в этом есть. Потому что я, в принципе, из магазина перетаскал все виды воды, от самой дешёвой до самой дорогой. И эффект был тот же самый. Стакан в день. Здесь стакан выпивает на глазах, протягивает руку и говорит, дай ещё. Ну, три месяца я носил из работы, да, с работы домой. Когда контракт в Риге закончился и полетел в другую страну, и не завтра я прикупил с собой, чтобы был. Представляете моё удивление, когда я прилетел и увидел, что на каждом углу в Японии стоят аппараты по приготовлению ионизированной щелочной воды. Также в Таиланде, также во всех остальных странах Юго-Восточной Азии. То есть можно открыть Google Виф и убедиться в моих словах. Там, где иероглифы, там, где тайская вязь, ищите, есть для нас, для фарангов на английском. Осмос плюс минерал плюс ионик. То есть система очистки, минерализации и проточной ионизации. То есть родниковая вода из подземных источников, которая присутствует либо в монастырях, либо в конкретно лечебницах. Ну, Боржоми, Пятигорск, Пицунда, минеральные воды присутствуют на каждом перекрёстке в том же Токио, на Окинаве, в Кобе, в Паттайе, в Бангкоке, везде. Это технология, которая лет 30 назад встала на службу людям. Как? Без медикаментозного, без химического вмешательства. Одно дело, что помощь при употреблении лекарств. Но люди, идущие на тяжёлую химию, на серьёзную, тоже пьют нашу воду. Только высокощелочную, чтобы не было побочки. Да? Чтобы волосы не выпадали, ноги не немели. Понимаете, о чём я говорю? Но также, если вы постоянно, с детства, даёте детям, сами, пусть и во взрослом возрасте, начали эту воду употреблять, и для этого не обязательно ехать в Японию. Можно прийти у нас в Риге на ЦСУ-15 и попробовать на вкус, как это. Вы можете изменить качество своей жизни. И медицинские исследования, которые мы выкладываем на наш сайт, откройте aquator.lv, там в ближайший день-два появится специальный раздел фотографии, оригинальные фотографии страниц из журнала «Ланцет». Надеюсь, Олег, вам не нужно объяснять, что такое журнал «Ланцет», к примеру, да? Международные медицинские журналы. И перевод. Мы оплатили эти услуги, чтобы перевели, нотариально заверили. Там в разделе исследования как раз будут все необходимые медицинские исследования, собранные нами из различной медицинской, подчеркну это еще раз, да, медицинской литературы, как при помощи ионизированной щелочной воды можно не просто нормализовать свое здоровье, как выбраться подчас из очень глубокой и темной ямы, куда мы, в принципе, загоняем себя сами. Ведь если вспомнить слова той самой женщины, доктора из первой городской больницы, когда я лично ей привез после очередного эфира прибор, так уж случилось, она дозвонилась, говорит, я хочу вам сказать пару слов. Здесь она, как сказала правильно, скажите людям, что самое главное вот здесь, вот в этом моменте, пить воду вообще. Бокс с ней синизированный и щелочной. Даже если не получится у вас приобрести этот прибор, цена достаточно серьезная, 439 евро Vivo, Silver у нас стоит, я не ошибаюсь, там 390, есть еще мини, ну, подешевле, линейка завода, три прибора, три модели для, так сказать, каждого кармана, ну, и на большую семью прибор больше, там, трехлитровый, да, если человек один, он полтора литровый, поменьше, соответственно, и цена повыгоднее. Но если человек начинает пить воду питьевую вообще, ну, хотя бы с нашей кековой, берите, вот, и в бутылках есть, и на источник можно съездить. Обыкновенная простая питьевая вода, по техническим гостам, соответствующая понятию питьевая, вы меняете свою жизнь. Говорит, вот у меня рак крови, я у вас примерно, говорит, год жизни покупаю, иллюзий у меня нету, но я, говорит, знаю, я доктор, я сама виновата. Я где-то, говорит, начитала с детства, что воду пить не надо, такой болезни нет. Пила коньяк, кофе, вино, и теперь, говорит, с таким заболеванием я точно знаю, что я сама себя сюда затащила. Иллюзий не питаю, но год жизни, говорит, это много, поверьте мне. Мне когда-то, вот лично мне, почему я так свободно об этом говорю, мне доктор сказал, тебе осталось год-два, панкреонекроз, 2005 год, живи на полную катушку, тебе терять нечего. Возможно, завтра, возможно, через год, но ты умрешь. Все, тут диагноз такой, что люди долго не живут. С 2005 года прошло достаточно лет, чтобы я мог оппонировать, не имея медицинского образования, доктору, что если все-таки даже простой поваренок возьмет свое здоровье в свои руки и начнет прислушиваться к тем советам, которые поступают от тех же врачей в течение нашей жизни, но мы их просто не слышим, понимаете, это как-то проходит мимо ушей, то год и два превращаются, вы знаете, очень прекрасно и в 10, и в 15, и в 20, я надеюсь, лет надеюсь, что еще столько же, как минимум, я не просто протяну, а проживу полноценной жизнью. Шесть лет сидя на химии, мне понадобилось года полтора, два, чтобы слезть с нее, то есть в данный момент я не принимаю никакие медикаментозные препараты, от слова совсем. Вы спросите меня, а как же я справляюсь с вирусом, сделали я прививку? Неа. У меня есть то, что работает с вирусами, ну процентов на 90, не буду говорить на 100, чтобы нас, так сказать, закон о рекламе не покарал, серебро. То, к чему резидентности у вирусов нет, это медицинский факт, можете проверить эту информацию, где хотите. Можете зайти в провизорскую аптеку, если в Риге найдете, в Дагопилсе, в Лепе, не знаю, где нас слышно, найдете такую аптеку, взять коллоидного серебра, просто капать в свою питьевую воду, и вам уже будет польза. Почему? Одно дело обеззараживания воды, с микробиологией все в порядке становится сразу. Серебро – это омоложение крови, серебро – это строительный материал укрепления костей. Но самое главное, что работает с вирусами, грибками и бактериями, в том числе, пить серебряную воду, когда вы щелочную, низированную посеребрили, еще вкуснее, еще лучше. И тут вот срабатывает тот случай, когда не надо никого, ни в чем убеждать. То есть человек готов начинать это делать, начинать пить, купить в конце концов этот прибор, потому что становится пить вкусно. То есть заботиться о себе, заниматься своим здоровьем быстро, весело и вкусно. Потому что за 3-4 минуты, вот посмотрите на весь ваш офис, 3-4, ну максимум 5 минут, 2-300 щелочной воды готово. Общий объем 3 литра, 700 кислотный, 2-300 щелочной. Быстро, не надо долго ждать. А самое главное, вы получаете эффект. Когда у вас хорошее настроение, когда вы позитивны, когда вы просто бодры, веселы и не собираетесь болеть. Почему? Потому что это необязательно. А если вдруг очень серьезный вирус, искусственно созданный, накрыл... Я заболел год назад, в ноябре месяце. Весь период заболевания занял у меня 3 дня. Я просто повысил концентрацию серебра, благо рекомендации в комплекте идут. Их, кстати, писали врачи в советское время. Нами они дополнены, нашим научно-исследовательским отделом, который расположен там же, на Пушалотто-Гатве, 7,6 в городе Поневежис, где, собственно говоря, и находится производство наше и находилось все последние 30 лет. Так вот, если мы серебро поставили на службу себе, а с каждым прибором в комплекте идет этот специальный серебряный электрод из чистого серебра, не напыления, то вот этот переносной, как я его называю, в военно-полевой домашний госпиталь, который обычно присутствует во всех семьях, без всякого вируса, без всяких ковидов там и прочего, ну, просто каждая осень. С осени начинаете серебрить 0,1, еще 12 секунд вашего времени, у детей нет соплей по колено, ребенок может нормально ходить в детский садик, в школу, если еще и с собой не поленили, налились, положили в рюкзачок, в портфель, да, чтобы во время урока, ну, или хотя бы на перемене, если учитель запрещает, я слышал о таких случаях, почему-то нельзя сделать глоток во время урока, то есть в тот момент, когда мозг на самом деле нуждается в том, чтобы глоток 2 воды, помните, я рассказывал в этой программе, да, сначала, усвоение информации, так вот, если и ребенку в школу нальете хотя бы пол-литра этой водички посеребрив, то соплей, ну, процентов на 80-90 со школы он не принесет, что делать со здоровым ребенком, ну, как-нибудь придумаете, гулять, в юрбулу в конце концов поехать, воздухом свежим морским подышать, у вас будут на это силы, как появились они у меня, когда на где-то третий, четвертый месяц, когда им начали всей семьей пить, жена говорит, смотри, говорит, ты видишь, сколько времени, я говорю, ну, сколько, какая разница, мы, говорит, с тобой гуляем уже, с тобой и дочкой, и собачкой нашей, говорит, уже третий час, говорит, полгода назад тебя хватало на 15-20 минут, ну, со своей второй группой инвалидности, когда ты начинал бурчать, шел, садился в машину на парковке там, в Лилупы, да, и сидел там в своем телефоне, копался, потому что тебе больно, потому что ты устал, тебе плохо, у тебя инвалидности, бедненькие, тебя должны все жалеть, сейчас, говорит, мы гуляем третий час, у тебя хорошее настроение, ты, говорит, видишь разницу, ну, вначале, честно сказать, я это списывал на то, что я стал там плаванием заниматься, я стал гимнастику делать, я стал то-то, 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 я старался как мог отпихивать этот момент, к тому, что я начал пить достаточное количество, да, той самой живой воды, ионизированной щелочной, когда я все-таки понял по своим медицинским анализам и по тому, как вторая группа превратилась в третью, а потом у меня пропала необходимость вообще ходить на эту комиссию нашу эту в Риге, где люди приходят и каждый раз показывают, что у них новая там рука, нога не выросла, я сказал спасибо, я больше не нуждаюсь, почему? Ну, пусть я не вылечился, пусть вода не лекарство, но судя по анализам, по моим медицинским и по моим субъективным физическим ощущениям, я живу как здоровый, полноценный человек, а если это так, то зачем мне пить ваши пилюльки и в этой пенсии, так сказать, которой не хватало даже на лекарства, не очень-то я сильно нуждаюсь, у меня есть силы, они появились, я заработаю себе сам, пока я пошел на работу. Вот так вот, собственно говоря, случилось со мной, и я точно знаю, что если это сработало в моем случае, достаточно тяжелом варианте, если сработало с моими близкими, родними, а я уж, поверьте, постарался всю свою семью, всех своих родственников обеспечить этим источником жизни, и каждый раз наблюдая за результатом. Ну, понимаете, мы же в Латвии живем, Олег, да? Мы, если хотим в чем-то быть уверены, нужно перепроверить трижды. Я также когда-то серебряный электрод понес в ювелирную эту мастерскую, пробирочную, да, чтобы, говорю, вы не соскоп сделаете, вы его на пятаки порежьте. Я хочу знать, где у литовцев там сталь начинается. Не могут же они 9,7 грамма чистого серебря положить? Оказывается, могут. Оказывается, если будет сплав, напыление, не будет никакого эффекта того самого восстановительного, профилактического. И, честно говоря, я был удивлен. Ну, на самом деле. Когда стал применять то же самое серебро, да, то есть я вначале просто пил щелочную воду, ну, весело, хорошо, но как-то от вирусов не очень помогает, простуда все равно накрывает, ну, легче переносится, но все равно. Когда, наконец, применил серебро, я просто перестал болеть, как и моя семья. Это каждый день нужно? Каждый день нужно? С осени по весну, Олег, абсолютно спокойно, вы в офисе можете это сейчас сделать, даже можете не рассказывать людям, что там есть серебро, потому что вот за 12 секунд, когда вы крышку открываете, посеребрилось, вы это маленькое облачко серебра физически видите, да, то есть оно видно, его с микроскопом искать не надо. Вы его размешали по этим 3 литрам воды, ну, и все, оно не видно, оно разошлось, а она только чуть слаще на вкус становится. То есть вот здесь очень хорошо срабатывает с теми людьми, которые говорят, я воду не пью, невкусно, колом в горле стоит. Одно дело еще сама задекает, щелочная, да, мягкая, а другое дело еще приобретает вот этот слегка сладковатый, приятный вкус. То есть два в одном, фактически. С кислотной в одной, все-таки вот иногда бывает, что жалко ее выливать, она же тоже находит применение, то ею можно, что делать? Смотрите, у нас есть приборы, где одновременно, к примеру, готовится питьевая, да, и в соседнем сосуде получается биоцит, ну, то есть концентрированная кислотная. Это полтора литровые приборы под названием мини. В модели сильвера и в модели вива, когда вы готовите питьевую, 2-300 питьевой получается, да, то в соседнем кувшинчике, в соседнем этом стакане, где стоит мембрана, там 0,7, там слабокислотная, получается. То есть если нужен биоцит, прополоскал горло и опухоль спала, прополоскал нос, соплей нету, приложил компрессы 15-20 минут, 2-3 раза в день, артрит, раздутые суставы, болят ноги, невозможно ходить, на помощь приходит та же кислотная вода, но PH 2,4. Нужно заказать специально приготовить. Ее будет достаточное количество, чтобы вам хватило на весь день на процедуры. Если вы готовите питьевую, я вас услышал, если жалко выливать, ну, можете слегка полить цветы. Там PH 6,34, когда вы делаете 8,6, те, у кого есть наши приборы, это более 100 тысяч человек, Рижан, они точно знают, что эту кислотную можно применить, но только ни в коем случае не в виде полоскания горла, носа и прочего, потому что эффект получается только тогда, когда вы выставили кнопочку эту, нажали, PH 2,4-3,0. Ну, то есть, если делаете промывание носу ребенку, сделайте PH 3,0, чтобы была не такая ядреная, чтобы не сильно щипало носик. Ну, в принципе, вот так. Кислотная вода это тот самый аналит, который прекрасно работает с любой патогенной флорой и фауной. Если самая простая рекомендация, которую я когда-то применил, у нас в Каугуре замечательный подолок работает. Работая в 36-й линии, 14 часов стоя на ногах, мы испытывали все одну и ту же проблему, трескались пятки ног. Ну, практически у всех ребят, независимо от возраста, да, то есть, работа на ногах, все это давит, плюс еще питание, хоть ты сам на кухне работаешь, не совсем хорошее, потому что все так, туда-сюда, быстро-быстро-быстро. Ну, ездили мы к подолгу, как и я. 35 евро визит, на 40 евро еще мазюлик выписывают. Раз в два месяца 75 евро отдаешь. Записываться надо, очередь. Однажды моя очередь подходила, пятка нещадно болела, мясо наружу, сам ничего сделать не можешь, дотронуться больно. Прочитал рекомендацию, аж 2,4, полчаса замочить эту пятку, ну, хорошо, сделал. Сделал заранее высокощелочной, по той же рекомендации, чтобы через полчаса после кислотной сделать ванночку с высокощелочной, восстанавливающей, да, регенерация клеток. А вы знаете, я перестал над этой рекомендацией смеяться, ну, как человек, постоянно ездящий ранее к подологу. На второй день боль прошла сразу, как делал эту ванночку. То есть, ну, просто вот ощущение, что боли больше нету. На второй день вот это все вылазащее наружу, когда больно трогать, больно смотреть, все затянулось обратно. Я профилактически через месяц эту рекомендацию повторил, более с подобными проблемами я не сталкивался. Сборник рецептур, который идет в комплекте с нашим прибором, это на самом деле не просто сборник рецептов. Там же есть отдельно по применению щелочной, отдельно по применению кислотный, серебряный и просто, ну, для хозяйства. Тот же самый сироп для пчеловодов, да, сделать как правильно на щелочной воде тоже объяснено. Как продезинфицировать с помощью кислотный холодильник тоже описано. То есть вы одно дело получаете источник здоровья, настоящий источник здоровья в своей квартире, в офисе. Другое дело, вы можете не тратиться больше на химию. Мы тогда, наверное, действительно о бытовых может быть расскажем завтра, я думаю, потому что у нас сейчас уже время нас поджимает. А сколько у нас осталось? Да вот уже вот нам показывают, что уже все, нам нужно заканчивать. Уже все. Давайте закончим на этой ноте. Для тех, кто хочет реально сэкономить, сегодня будет скидка 60 евро. Просто позвоните по телефону 6-400-22-22-44, извините, 6-222-22-44, бесплатная доставка, скидка 60 евро на любой из наших приборов и в подарок два комплекта мембран. На ближайшие пять лет без перебойной работы, без расходных материалов мы вам подарим для того, чтобы вы могли обеспечить всех здоровьем нуждающихся в этом. 6-222-22-44, звоните прямо сейчас, это ваш шанс. Ну, а мы прощаемся, до завтра. До свидания. Радио Болткома.